Всем приветики! Начинаем новый влог. Иду забирать в Эберлик. У нас сегодня такая снежная погода, так метет. Здесь у нас находится торговый центр. Ну, как бы, мало посещаемый такой. Вообще людей нет. Я смотрю, какая-то шубка странная. Ладно, мы туда не пойдем. Мне надо подниматься вверх по лестнице на другой этаж. Вот такой вот заказ Фаберлик. Значит, что я взяла? Такой концентрированный гель для стирки. Ну, хороший уже, не первый раз беру. Две помады. Сейчас распакую, покажу, какой цвет. Вот такое. Вот мыло, это жидкое мыло для рук тоже хорошее. По-моему, это то ли персик, то ли что. Ну, в общем. И такой вот кислородный спрей для лица. Так, что это называется? Восстанавливающий спрей активный, да. Ну, легендарный кислород, вот. Посмотрим. В качестве дневного крема можно использовать. Такое вот мыло кусочками. Взяла такую вот себе. Ну, это гигиеническая помада, такая зима. И две сыворотки. Сыворотка-активатор для лица. Тоже сейчас распакую и покажу. Так, одна из помад. Вот такой вот тюбик. Магнитный такой, вот мне нравится. И по поводу цвета. Ну, цвет такой, скажем так, на любителя. Это мама любит у меня такие цвета. Вот она выбрала себе такой цвет. Так, сейчас покажу, какую помаду выбрала себе я. Ну, у меня вот такой вот цвет. И она была уже здесь какая-то такая покоцанная, видите? Потому что я только открыла, и уже как будто кто-то, ну вот, то ли пробовал, то ли на руку намазал, то ли, не знаю. Ну, в общем, видите, да, вот это вот. Вот такой вот розовый, как бы, цвет. Я люблю что-нибудь такое розовенькое. Ну, и такая самая обыкновенная гигиеническая помада. С таким еле уловимым, приятным запахом. Ну, вот одна из сывороток. Вот такая вот биокапсула молодости с активными клетками туберозы. Я уже брала такой крем, вот именно крем, вот этот вот розовенький. Мне он очень понравился, поэтому решила сейчас взять сыворотку. Домашний хлеб. Я уже когда-то рассказывала, как он делается. Вообще, это такая песня. Он настолько вкусный. Посмотрите, вообще класс. И вот такой вот у нас сегодня пирожок. Тоже очень простой сырный пирог. Сегодня у нас вот такой вот вкусный супчик с фрикадельками на обед был. А сейчас я делаю много-много драников. Вот тут кастрюля, еще и миска. Вот из такого количества картошки мне придется сделать драники. Костя почистил, натер. Он, конечно, возмущался, но что делать? Надо, а я буду жарить. Так, я вбила сюда двоится и сюда двоится. Сейчас я это все посолю и немножечко добавлю муки, перемешаю. И, в принципе, можно будет приступать к жарке. Первый пошел, никому не отдам, сама съем. Ну, тут целая кастрюля, поэтому успеет еще. Пришел с Алиэкспресс вот такой симпатичный кролик. Заказывали. Тигр у меня есть. И вот теперь кролик пришел. Вообще классный, нравится мне. Ну, правда, маленький такой, но все равно достаточно тяжеленький. Сейчас я его достану из пакета. Его можно использовать как брелок, потому что здесь, ну, вот есть такой. Или просто. Ну, классный. Вообще реально такой тяжеленький. В общем, я очень им довольна. Ну, а сейчас я немного вам расскажу о сериалах, которые я посмотрела и которые смотрю сейчас. Может быть, я вам порекомендую, вы тоже посмотрите. И, конечно же, напишите свои сериалы, фильмы, сериалы, которые вы посмотрели в недавнем времени, либо смотрите сейчас, как бы тоже ваши рекомендации. Потому что я говорю, и на раз заканчиваешь что-то смотреть, я думаю, что еще посмотреть. Но я нашла для себя выход. Я в ТикТоке сейчас смотрю, ну, рекомендации по фильмам и в комментариях люди тоже обсуждают. И вполне себе очень классные рекомендации. Именно из этих рекомендаций я посмотрела русский сериал «Самка Богомола». Ну, знаете, вот такая интрига там. Конечно, я не сразу у него всмотрелась, но всмотрелась потом и так интересно было, невозможно было оторваться. Я в какой-то момент поняла, кто главный злодей. Причем их там было несколько главных злодеев. И одну из маньячик там играет Ирина Розанова, представляете? Ну, так хорошо играет. А ее сына, следователя, играет Павел Чинарёв. Я, кстати, раньше не слышала о существовании такого актера. Такой очень симпатичный дядя такой. Ну, конечно, это авторские вымыселы, потому что мать-маньячка, типа, щадит за всякое такое. А сын-следователь такого, конечно, в жизни не бывает. Потому что там даже самые какие-то низшие звенья в этой системе проверяют до седьмого колена, чтобы не было судимых. Ну, я думаю, что это во всех странах так. Ну, наверное. Ну, в конце концов, это киноавторские вымыселы. Смотрится легко, нормально, хорошо. Это первый сериал. А второй сериал, который я сейчас смотрю, вот стала смотреть буквально недавно. Пару серий посмотрела, зацепила сразу. Очень интересно. Называется «Обоюдное согласие». Там играет Светлана Иванова, которая мне запомнилась в своё время по сериалу «Тест на беременность». Ну, так неплохо играет, нормально, хорошо. И ещё играет эта Анна Снаткин. Ну, такая себе актрисулька, между нами говоря. Ну, в принципе, запомнилась мне в своё время по сериалу «Татьянин день». Я думаю, вам тоже. Фильм хороший. «Обоюдное согласие». Вот тоже рекомендую вам его посмотреть. И, в принципе, «Самка богомола». Пишите, какие фильмы, сериалы смотрите вы. Мне эта тема всегда интересна. Так, решила показать вам, что связала мама. Она любит вязать, она любит носить вязаные вещи. Я вообще не люблю носить вязаные вещи. И от вязания далека. Ну, в общем, показываю. Вот такая вот одна из шапочек. Розовенькая такая. Ну, вот цвет тут один, когда так поднимаешь. А вот так вот, видите, другой. Ну, вот он такой именно цвет, как вот здесь. Вот такая вот шапочка одна. Вот она всё себе вяжет. Так, вторая. То есть нравится и сам процесс, и носить. И подругам тоже, и дарила всякие там вещи разные. Ну, это я сейчас показываю, что сейчас вот мы нашли в близлежащих местах, так сказать. Вот такая вот шапочка. Дальше вот такая вот. Ну, как меняется цвет. Это же надо. Тут уже без отворота. Вот так вот один цвет. И вот такой вот будет истинный цвет этой шапки. Ну, и вот такая вот еще шапочка получается. С отворотом с таким тоже. Вот такая вот. Вот такие вот шапки мама связала. Потом она связала вот такой вот то ли снуд, то ли... Ну, нет, шарф это не шарф, это скорее снуд такой вот для Саши. Как бы, ну, вместо шарфика очень удобная такая штучка. Даже вот здесь вот с отворотом, тёпленько, так вот прям раз надеваешь, и хорошо получается. Себе связала шаль. Вот, посмотрите, тоже такой. Ну, чисто дома когда-нибудь так вот уютненько накрыться шалью тоже. Как вот тут показать? Ну, в общем, смысл понятен, да? Не знаю, как это показывать. Надо, наверное, как-то издалека. Вот такая вот шаль. И такая вот вязаная штука, удобная. Ну, вот на компьютерное кресло кожаное очень удобно вот сидеть. Потому что зимой на нём как бы холодно, летом жарко на кожаном кресле. Сейчас уже как бы, ну, не покупают компьютерные стулья, кресла кожаные. А другие я показывала когда-то, как вот Никита купила, очень удобно. А для старого кожаного кресла компьютерного вот эта вот сидушка такая очень даже тоже удобная. Присматриваю себе на Валберес картину. Ну, почему-то Костя категорически против говорить никаких картин. Вот мне такая картина нравится, я не знаю, что он против. Ну, ладно. Это можно убедить, уговорить. Ну, вот мне понравилась вот такая вот, например, картина. Стоит она 66 рублей. Ну, нормальная такая цена. И что мне нравится, здесь не надо никаких рамок. Я на Алиэкспресс смотрела, там просто холст, ну, холст такой присылают, да, как бы картинка такая. А здесь нет. Здесь просто вот такая вот картина. И она вот так вот и, в принципе, вешается вот так вот на стену, да. То есть, вот видите, не надо никаких рамок, ничего. Ну, то есть, нормальный такой вариант. Или вот такой вот вариант, вот что мне нравится, как я и говорила. Вот здесь вот такие вот края, то есть, выглядит вообще замечательно. Или такая картина, ну, какая-нибудь там природа, что-нибудь такое. Ну, можно и другое что-нибудь подобрать. Стоит она 88 рублей. Например, вот эта конкретная картина. То есть, как она вот смотрится. Вот так вот она будет смотреться. Вот так вот. Ну, как по мне, так вообще нормально абсолютно. Симпатичная такая картина. Ну, это вообще прикольная такая картина. И стоит она вообще 34 рубля всего лишь. Ну, такой для кухни вариант неплохой. Причем, я говорю, я раньше, мне вообще не интересовали там картины, цветы. То есть, ну, вообще не мое, абсолютно не интересно. То есть, сейчас вот мне это стало интересно. То есть, насколько мы меняемся. Цветы меня до сих пор не интересуют. А картины очень даже интересовать стали. Ну, такая довольно симпатичная. Ну, или такая вот вообще прелесть. Вот мне нравится такое что-то. Сколько она тут? 72 рубля она стоит. Нормальная такая цена. Нормальные цены, в принципе, для вот таких вот картин. Очень даже ничего. Вот как в интерьере она смотрится. В общем, что-то я подсела на это дело. Осталось только уговорить мужа, чтобы был не против повесить картину. Ну, вот как-то так. В общем, надо что-то выбирать.